Меликон-опера открывает музыкальный салон. В одном из камерных залов театра гостей сегодня встречает Пигмалион. Эту оперу Луи Джекерубини написал по заказу Наполеона Бонапарта. Премьера состоялась в 1809 году. После смерти итальянского композитора многие его сочинения были забыты, в том числе и Пигмалион. Режиссер Ирина Плотникова инсценировала его возвращение в духе фильма «Великий Гэтсби». Камерная опера «Пигмалион» начинается с грациозного прохода по фойе и парадной лестнице «Геликон-оперы». Зрителя зазывают на день рождения Галатеи в узком кругу друзей. В пространстве небольшого Покровского зала страсти Пигмалиона как на ладони. Его образ на этот раз должен отсылать не к древнему мифу, не к популярной опере 19 века и не к пьесе Бернарда Шоу, а к великому Гэтсби в исполнении и Редфорда, и Ди Каприо. Здесь погружают в атмосферу ар-деко, и это не просто прихоть режиссера. Какие-то отголоски, как это ни странно, ар-деко действительно есть в творчестве Керубини. И это можно услышать в его каких-то витиеватых фразах, в какой-то мелизматике. То же самое в стиле ар-деко, какие-то излишества, там, я не знаю, перья, фентифлюшечки какие-то такие. ПЕСНЯ Эта музыка подразумевает наличие украшений. Если даже композиторам они не выписаны, певцы были раньше вправе добавить что-то от себя. Например, какие-то лишние ноты, какие-то портаменты, какие-то галисанды или там украшения, типа трели, пассажи. Вот и, то есть, ну не просто спеть там «кара-та-ра-ра», а можно «кара-та-ра-ра-ра». О превратностях судьбы и поиске любви, по сути, в одном певческом монологе на итальянском. Пигмелеон Дмитрий Хромов почти один разыгрывает весь этот спектакль. Зал не позволяет развернуть декорации. Это маленький зал, но с другой стороны, это камерная опера, камерная музыка. И мы постарались сделать таким образом подход оперного кафе и домашнее музицирование. Очень интересный жанр и опять-таки востребованный в начале 20 века. Ирина Плотникова уверена, в начале века нынешнего публика тоже захочет прийти на этот салонный концерт. Ведь у каждого зрителя здесь должно сложиться впечатление, что поют исключительно для него. Ирина Разумовская, Владимир Полунин, Новости культуры.